Ноу-хау для учеников и квалифицированная помощь для пациентов. Об этом и многом другом говорили на встречах в Чебоксарском районе. Михаил Игнатьев побывал в местной поликлинике, посмотрел цены в аптеке и встретился с лицеистами. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. На витрине этой аптеки выставляются только те препараты, цены на которые устанавливает государство. Любой пациент может ознакомиться со стоимостью лекарств. Их перечень у всех на виду. Пенсионерка Елизавета Александрова чаще старается приходить именно сюда. Она говорит, что здесь всегда большой выбор российских медикаментов. Я российскую стараюсь покупать и дешевле и лучше. Я привыкла к российским препаратам. Вот не патентованное название. Амепрозол. То есть это действующее вещество. Амепрозол, амепрозол. Название это уже торговое, индийский препарат. А российский идет под тем же названием амепрозол. Цена 30-200. Как говорится, большая разница. Сотрудники аптеки принимают и заявки на отсутствующие медикаменты. Время доставки сутки. Для удобства пациентов, которые живут далеко от районного центра, препараты им привозят. Прямо на дом. Мы осуществляем доставку через фельдширов. У нас фельдширов. С ними заключен у нас договор комиссии. И по этому договору мы... То есть они собирают заявки от своего населения. Приезжают к нам сюда в аптеку. Соответственно, мы собираем товар. И чаще всего даже на своем транспорте до фельдшерского пункта мы довозим. В районной больнице главе республики показали, как налажена работа службы неотложной помощи. В сутки медицинская бригада принимает более 20 вызовов. Они обслуживают весь муниципалитет. У нас выездная бригада. Сейчас она на вызове, на двое. Фельдшер выезжает. Сейчас вот она по трем адресам поехала. Температура, головокружение. Налажена в поликлинике и системы электронной регистратуры. Среди жителей муниципалитета она востребована. Очередей в больнице нет. За три года сюда пришли работать более 20 молодых специалистов. Практику здесь проходят и студенты медицинского факультета. Лучших потом тоже оставляют на работе. Я учусь на стоматологическом факультете. И в данном учреждении я прохожу практику. Все на достойном уровне. Специалисты, квалифицированная помощь оказывается. То есть конкретно я прохожу практику стоматологии детского возраста. И пациенты, они все получают квалифицированную помощь. Глава республики встретился и с коллективом поликлиники. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы на модернизацию системы здравоохранения региона было выделено более 5 миллиардов рублей. И сейчас районные больницы оснащены не хуже городских. Все это создано благо для того, чтобы своевременно оказать качественные медицинские услуги нашим жителям Чувашской республики, нашим гостям. Немалые средства в Чувашии выделяют на модернизацию образовательных программ. Вот так в лицее поселка проводят уроки информатики. Для учеников закупили 6 комплектов роботов. Эту модель собрали недавно, она способна объезжать преграды. Юные техники даже придумали роботу имя. Исследователь. А это уже датчик срабатывает, да? Да, у него датчик срабатывает. Если поставить микрокамеру, он может, как бы, с помощью робота можно следить, то, что куда он едет, может осмотреть комнату. Талантливой молодежи глава региона вручил свидетельство о получении стипендии за особую творческую устремленность. В этом году на нее были номинированы и лицеисты. Ученик 10 класса Николай Андреев проявляет большие успехи в учебе. Его багаже победы на престижных олимпиадах. По тематике, по информатике, по экономике, по стране, много. Но сервиски пока что моя цель. Мне информатика нравится. Я, скорее всего, буду уже конкретно учиться после школы. Но всего же в прошлом году учениками лицея на олимпиадах было завоевано более 70 призовых мест. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.